В Люберцах открылся еще один спортивный объект для любителей водных видов спорта. На Наташинских прудах начал работу новый вейк-парк. Он готов принимать всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. С новым местом для вейк-бординга познакомилась и наша съемочная группа. Сегодня Роман Ефименко дает напутствие своим друзьям-вейк-бордистам. Несмотря на трудности и ограничения, эти ребята находят в себе силы активно жить и заниматься спортом. Несколько лет назад он и сам был прикован к коляске. После аварийного мотоцикла врачи говорили, что он больше не встанет. Но Роман встал, а еще освоил вейк-борд, собрав вокруг себя команду единомышленников. Мне не хватало чего-то такого душевного и экстремального. Вейк-бординг – это то, что мне нравится. Я пытаюсь развивать направление адаптивного вейк-бординга в России. И, в частности, в Москве. Подтягиваем ребят с ограниченными возможностями к этому виду спорта, чтобы они не засиживались дома, занимались спортом. Теперь места для занятий вейк-бордингом в Люберцах стало больше. На Наташинских прудах появился еще один вейк-парк. Глава округа Владимир Ружицкий лично дал старт новому спортивному объекту. На сегодняшний день здесь все необходимое сделано. Я ценю здесь две трассы, два трамплина. Где-то пропускная способность не менее 100 человек по 10 минут. Поэтому я думаю, что сегодня вот этот вид спорта тоже получит свое развитие в Люберцах. Самое интересное здесь, что этим могут заниматься люди с ограниченными возможностями. На качественный сервис могут рассчитывать все, независимо от ограничений по здоровью. Тут созданы все условия. Удобный спуск к воде, специальная экипировка и команда подготовленных тренеров. Для меня, как для спортсмена или организатора этого объекта, для меня очень важно, что как можно больше людей приобщаться к этому спорту. Здесь, конечно, мы находимся на виду у многих людей. Наташинский парк, он достаточно популярный среди жителей. Здесь очень много гостей, действительно. И мы надеемся, что многие, кто увидит, приобщаться к этому нашему спортивному катанию. И еще приведут детей в нашу бесплатную детскую секцию, которая будет работать два раза в неделю. В этом году здесь проведут турнир на Кубок главы округа по вейкбордингу, а в следующем уже общероссийские соревнования. В течение двух месяцев наладят инфраструктуру, поставят туалеты, раздевалки, облагородят пирсы и организуют питание для спортсменов. Но главное, новый вейкпарк уже готов встретить своих посетителей. Вейкборд не имеет границ, и он доступен каждому. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.